В роскошном зале одного из самых дорогих столичных гостиниц депутаты, чиновники, владельцы телеканалов и неправительственный сектор обсуждают перспективы цифрового телевещания. За цифру чиновникам из Минкульта похвалиться особо нечем. Цифровое телевидение сейчас всего у 5% населения. Зато предмет гордости чиновников – большой медиа-центр для суперлояльных журналистов. Он работает на самом заверном технологическом оборудовании. Он увиден только в полноценной эксплуатации в 2017 году. То есть здесь позволило нам собрать в таком роде, как СОНИ, НИЗР, ТЭП, СДАЛИН. То есть это самый современный передовой медиа-центр на территории центральной землиной страны СНГ. У гражданского медиа-сектора накопилось немало претензий к чиновникам. Говорят, мол, прикрываясь внедрением цифрового вещания, государство в угоду президенту за счет налогоплательщиков монополизировало весь телерынок. Для меня, например, рассчитано, что в этом процессе пострадают два вопроса – это зрители и счастье. Я говорю, конечно, об участках и счастья. Потому что государственные каналы, они всегда договорятся с государственным монополизмом, налогоплательщиков и районами. Не важно, на чем показывать важно, что показывать зрителям считает далеко не оппозиционный общественный деятель и телеведущий Нурлан Ерембетов. К сожалению, сегодня на наших многих государственных телеканалах присутствует легковесность, уход от острых тем, которые сегодня обсуждаются в коллективах, в семьях. И нет той боевитости, которая присуща должна быть средствам массовой информации. Сегодня аудиторию можно условно поделить на три категории. Те, кому доступны только госканалы – это почти половина населения, которое живет в аулах. Тех, кто может позволить себе кабельное и спутниковое телевидение – это в основном горожане. И те, кто ушел в сеть – активные интернет-пользователи. Всемирная паутина стремительно забирает тех, кто ищет креатив и по-настоящему интересные содержания и формы. Субтитры создавал DimaTorzok